Венские глины Первая задача строителей — подготовить площадку к предстоящему бурению скважин. От грейдеров эстафета переходит к буровым станкам и установкам. Им предстоит пройти под землей расстояние, равное 25 этажам. Бурение первых 30 метров скважины производится с применением обсадной трубы. Она обеспечивает защиту от осыпания грунта и проникновения воды. За качеством работ специалисты следят посредством управляемых видеокамер. Следующий шаг — поэтапное погружение арматурного металлического каркаса, состоящего из нескольких секций, в скважину. Специалисты четко соблюдают временные параметры. Промежуток между зачисткой скважины после завершения бурения и бетонирования не превышает 8 часов. Основу каркаса сваи изготавливают в заводских условиях. На строительной площадке конструкцию домонтируют и укрупняют арматурой. В каркас сваи закладывается канал для проводов, передающих сигналы от датчиков давления и ультразвуковых датчиков, размещенных по всей длине сваи. Они позволяют оценить монолитность свай и осадку грунта под основанием. Также датчики давления установлены в отдельных скважинах между сваями, позволяющие контролировать состояние грунта во всем свайном поле. По мере погружения секции каркаса стыкуют между собой. Высота собранной конструкции составляет 82 метра. Следующий этап — бетонирование скважины. Бетонную смесь подают в скважину по бетонолитной трубе снизу, предотвращая осыпание грунта. Специалисты контролируют температуру и подвижность бетонной смеси, исключая любые отклонения от нормативов. По окончанию бетонирования из скважины извлекают обсадные и бетонолитные трубы. В среднем одна такая свая будет нести на себе нагрузку в 0,4% от веса всего здания. Испытания показали — запас несущей способности сваи в 2,5 раза превышает проектные нормативы. Продолжение следует...